Здравствуйте, друзья! Сегодня открываю новую рубрику Породные заболевания собак и кошек Чем чаще всего болеют определенные породы? И начнем с Йорка Первое слабое место Йорк, вы понимаете, Йоркширский интерьер Первое их слабое место это зубы Нарушение смены зубов Когда молочные еще есть, вырастают постоянные И молочные довольно крепко держатся Приходится их удалять Может быть, ранняя потеря зубов Относительно других пород В 5-6 лет уже нет нескольких зубов Быстрее образуется налет, зубной камень И в целом, болезнь зубов у Йорка встречается очень часто Что делать, если вы обладатель этой породы? Заглядывайте в пасть иногда Особенно до года Каждый месяц обязательный осмотр Если видите какие-то нарушения Увидели два ряда зубов Сразу к доктору обратились И там уже действуйте по его инструкции Ну, также нужно питание организовать Нагрузку на зубочелюстной аппарат И так далее Это уже все вам расскажут Второе слабоместо Пищеварительная система Изначально у Йорка Поджелудочная слабая Печень слабая И в целом желудочно-кишечный тракт И еще собака маленькая Об этом забывают люди Спрашиваешь, чем кормите собаку? Мы даем небольшой кусочек мяса Или там жирного шашлычка Какого-нибудь Или сыра твердого Хорошего сыра Но забываешь, что Если увеличить в раз 20-25 А человек же больше собаки В таких пропорциях То для собаки Этот небольшой кусочек сыра Превратится в огромный кусок Естественно, это будет большая нагрузка На пищеварительную систему И в частности На поджелудочную железу Вот Йорки Скажем так Первые кандидаты После майских праздников После Нового года Когда подкармливаются Стола Подкармливаются шашлыками жирными У них обострение наблюдается Но это чаще всего Они попадают в лечебницу Третий момент Опорно-двигательный аппарат Часто у Йорков Вывих коленной чашечки Это и предрасположенность породы И неправильный уход Неправильное питание Сильная большая нагрузка На организм животного Тоже нужно учитывать К травмам Ну это четвертый пункт Я вынес отдельно Когда есть у вас Маленький ребенок Вы заводите щенка Йорков И ребенок неправильно С ним обращается Берет на руки Играет с ним Щенок пытается Выкрутиться Юлит Как-нибудь извивается И ребенок его не может удержать Ревлекторно хватает И получается Травма конечностей Переломы, растяжение Это может с любой собакой произойти Но Йорк маленькая собака И часто получаются травмы Следующий момент Эквампсия Вот когда вы Завели Йорка Самочку С целью получать От нее щенят Учитывайте, что Правильное кормление должно быть Особенно по микро-макроэлементам Как до родов Так и после родов Вот если Йорк рожает Первое подозрение Это эквампсия Вот если какие-то нарушения происходят Эквампсия Это нарушение Минерального обмена Более подробно У меня есть отдельная статья И видео Посмотрите в описании Если захотите Это одна из особенностей Шестое Мифы есть Что Йорки Не вызывают аллергии У человека Потому что Строение волоса Нет подшерстка Да, действительно Так оно и есть Но учитывайте, что Аллергию может вызывать Не только шерсть А и Чешуйки кожи Слюна И другие выделения Которые Образует собака Если вы хотите Завести Йорка И кто-то у вас В семье аллергик Нужно Сделать тест Пойти в гости Кому-то Пообщаться с этой собакой Несколько раз Тогда уже убедитесь Есть аллергия Или нет Итак, подведем резюме Если Мы говорим о Йорке Не знать, что они Прям какие-то ущербные Не нужно заводить Эту собаку Я же вам Перечислил Те пункты негативные С которыми я Чаще всего встречаюсь Как ветеринарный врач Потому что Ко мне обращаются Когда собака заболеет Что делать Чтобы минимизировать Негативные последствия При общении с Йорком Когда вы его заводите Берите щенка У проверенных людей Которые Следят за здоровьем Производителей Мамы и папы Правильно за ним Ухаживайте Правильно кормите Правильно физическая нагрузка Следите за зубами И если Планируете Получать потомство Тоже организуйте Правильный уход И вот и все Будут у вас дополнения Пишите в комментариях Если будут вопросы Пишите на сайте Там я отвечаю всем И послушаем нашего эксперта До новых встреч Друзья Пока-пока Ну ты как-то рассказываешь Прям не собака А рахит какой-то больной А между прочим Собачек этих выращивали Специально Чтобы ловить крыс И других крызунов Оттуда у тебя Что и чихнуть нельзя Надо правильно кормить Собачку Ухаживать А то люди Не докармливают Они маленькие получаются И болеют Покормите хорошо собачку Чтобы была такая Массивная Ну не знаю Килограмм 15 Это Йорков Таких не бывает Наверное А вдруг вырастет Вот бы его замечательно И зубы были бы хорошие у них Хм Большой Йорк Это интересная идея Хм Хм